Общение, открытые вопросы, актуальные темы, насущные. Встреча Александра Карпицкого с работниками предприятия «Санта-Бремор» получилась результативной. Более часа продолжался диалог сенатора с людьми. В своем вступительном слове Александр Сергеевич обозначил приоритетные позиции, над которыми сегодня работают в столице. Рассказал о том, какие меры были приняты для того, чтобы в непростой период пандемии экономика продолжала работать. Были введены ограниченные мероприятия по всей стране, но не остановлены экономические вопросы, производства. Потому что даже взять медиков, мы все получали, я имею в виду все те, кто занимался ковидными пациентами, получали значительные доплаты. И получая до сегодняшнего дня, это большие деньги, это очень большие деньги. И для того, чтобы откуда это их получили, надо, чтобы где-то это было заработано. А заработано было теми рабочими, теми предприятиями, которые мы в том числе и сегодня посещаем. Поэтому с моей точки зрения, все было сделано правильно. Так как сенатор является еще и действующим руководителем самого крупного учреждения здравоохранения области, разговор затруднил и тему коронавируса. Александр Карпицкий рассказал о принятых мерах в борьбе с болезнью, а также о том, что сегодня некоторые отделения в главной региональной больнице уже возвращаются к привычному ритму работы. Кроме того, он поблагодарил коллектив предприятий, заказанную спонсорскую помощь и трудолюбие, с которым сотрудники Санта-Бремор, как и многие другие, продолжали работать, несмотря ни на что. Учитывая то, что мы уже шестой месяц работаем в условиях пандемии, и без помощи организаций, юридических лиц, физических лиц, мы не смогли бы пережить эту пандемию. Поэтому одна из задач или одна из целей – это высказать благодарность администрации и всем всем людям, которые работают в компании Санта-Импекс, Санта-Бремор, за ту помощь, которую они нам оказали, для того, чтобы мы могли спокойно работать, соблюдать санэпид-режим и оказывать помощь пациентам. Разговор получился откровенным и открытым. Чувствовалось взаимоуважение и заинтересованность. Практика проведения подобных открытых диалогов будет продолжена.